Добрый день, меня зовут Антон Корнеев, я представляю компанию эффективной технологии и хотел бы вам представить очень интересный продукт. А именно, мобильную лаверно-сканирующую систему Leica BELCATO GO. Вот такая очень компактная система. У меня в руке весь сканер для работы. Данная система основана на технологии SLAM, то есть одновременного картографирования и позиционирования. У этого сканера поле зрения 360 градусов по горизонтали и 270 градусов по вертикали. То есть он снимает практически полностью все, что попадает в поле зрения. Также прибор имеет три фотокамеры HDR для того, чтобы облакоточек расцвечивать в реальные цвета. И дополнительно есть большая фотокамера, более мощная. Если нужно на каком-то объекте акцентировать внимание, мы нажимаем кнопку и эта фотография фотографируется в высоком разрешении и привязывается к облакоточек, к тому месту, где находится сам сканер. Управление очень простое. Здесь одна кнопка и по кругу идет светодиодное кольцо. Зеленое и желтое. И, соответственно, маргарит. Исходя из этих инструментов, мы понимаем рабочий статус данного образования. В ручке находится аккумулятор. Очень маленький и удобный. Время работы этого аккумулятора 45 минут. В комплекте три аккумулятора. Аккумулятор имеет индикаторы заряда, что очень удобно при полевой работе. Так как аккумулятор находится в ручке, то центр тяжести опускается и очень удобно носить прибор в достаточно длительное время. Если убрать аккумулятор, то он немножко перевешивает. А с аккумулятором гораздо удобнее и приятнее работать. Одна кнопка для управления и, соответственно, она же делает фотографии. То есть кнопка включения, выключения и фотоснимки. Я могу сказать, что данный прибор, на мой взгляд, является самым миниатюрным среди всех мобильных сканирующих систем. В том числе из тех систем, которые используют алгоритм SLAM. Опять-таки, на мой взгляд, самый точный, потому что точность его достигает 6 мм. Обычные SLAM-системы это 3-5 см в среднем. Здесь это все-таки 6 мм. Расстояние, на котором прибор работает, 30 м. В процессе съемки оператор тоже попадает в поле зрения. Но математически алгоритмы настроены таким образом, что оператор вырезается из поля зрения и не является помехой при локализации и сканировании объекта, помещения в данном случае. Сейчас мы проведем демонстрационные сканирования этим устройством нашего помещения. И потом сравним данные, полученные с мобильной сканирующей системой, с классическими методами. Проанализируем как бы правдивость точностных характеристик. Процесс съемки прибором Leica BLK Togo очень прост. Запускаем прибор. Для того, чтобы начать процесс съемки, мы устанавливаем прибор на специальную подставку. И после того, как мы его установили, нажимаем кнопку включения. Индикатор мигает желтым цветом, прибор калибруется. После того, как индикатор стал зеленым, можно начинать процесс съемки. Для запуска мы опять нажимаем на кнопку включения. Прибор подготавливается к работе. И после того, как индикатор начнет мигать зеленым, мы можем начинать процесс съемки. Продолжение следует... После того, как съемка завершена, мы возвращаем прибор на площадку. Это сделано для того, чтобы программа понимала, что место старта съемки и место конца съемки совпадают. И производила уравнивание SLAM-алгоритма в контрольные точки. Когда петля замкнута, траектория уравнивается гораздо лучше, чем в обратном случае. Здесь при таком методе съемки можно провести прямую аналогию с замкнутым тахеометрическим ходом. Для того, чтобы закончить съемку, мы просто нажимаем опять на кнопку включения. Индикатор моргает желтым. Прибор записывает данные. И после того, как мы видим уже зеленый сигнал, прибор вновь готов к работе. И мы можем делать следующую съемку.